Всех приветствую! Я тренер-мотиватор Ирина Ковалева. Сегодня мы с вами проговорим про наше жилище. Зачем эта тема? Что за такое? Ну, я думаю, что в мире, когда все немножко рушится, сдвигаются какие-то полосты, все становится не таким, как вчера, всем страшно, все немножко находятся не в ресурсе, но хотя бы дома, хотя бы вот то место, где вы можете увидеть проявление того, что вот здесь я хозяйка, здесь мне хорошо, здесь мне все понятно, и это продолжение меня. Вообще, ваше жилище – это продолжение вас. Ну, и ваших приятелей, и вашей свекрови, и всех остальных. То есть вы можете немножко еще включить вот этот вот хитрый глаз, наблюдение, когда вы будете приходить к человеку на его территорию и ничего не спрашивать, никакие вопросы не задавать, но примерно понимать, в каком эмоциональном состоянии находится человек. Ну, для начала надо разобрать самого себя, насколько моя квартира соответствует моим внутренним вот этим ресурсам. И в квартире мы все делаем под себя. Даже если вы не хозяйка в квартире, а пока молодая девочка, все равно как-то вы обустраиваете вот то место, где вы живете, исходя из своих внутренних предпочтений. И заходя в квартиру, можно ничего не спрашивать про хозяйку, можно сделать вывод, исходя из того, вещи разбросаны или убраны. Где самое любимое чистое место, которое хорошо освещено. Ну, то есть мы немножко настроим ваш глаз внимательно смотреть за людьми. И вообще человек, как открытая книга. Его выдают жесты, его выдают слова, его выдают внешние какие-то его предпочтения с точки зрения одежды и еды. И теперь, конечно, его очень выдаёт место, где он живёт. Может быть, вы узнаете каких-то своих знакомых, может быть, самого себя. Ну, давайте попробуем немножко на эту тему порассуждать и получить, может быть, какие-то сведения. Ну, например, если в квартире весь хлам спрятан. Что такое хлам? Ну, это вот все вещи, которые засунуты. Ну, то есть это называется мусор под стол, а корки в чайник. Ну, то есть всё очень хорошо, прибрано, красиво и вроде как порядок. Но открываем шкаф и оттуда на нас смотрит бардак. Открываем какие-то ящики и там всё вперемешку. Где-то что-то найти невозможно, но внешне-то всё красиво и, в общем-то, вау! А где-то всё запрятано. Это называется человек с демонстративным типом поведения. Он очень любит демонстрировать что-то. Ему очень важно вот это внешнее проявление, вот этот вот фокус. Он выдаёт, а что там вот это, вот где-то там в шкафу запрятано, эти люди и в жизни ведут себя. Им очень важен экстерьер, очень важно внешнее преподнесение, а дальше там внутри будут вот эти вот все нерешённые какие-то вопросы. И вопросы он не будет решать, только с точки зрения внешнего проявления всё это будет происходить. Есть ещё вариант, так называемые застарелые поломки. Знаете, вот это вот капает кран, сколько? Ну, уже пятый год. Дверь скрипит, вот это завтра, точно вот это вот. Вася скажу, он починит. Окно не открывайте так, его надо приподнять потом. На этот стол не садитесь. То есть вот эти застарелые поломки, которые годами не решается вопрос, но никак не входит это вот в состояние комфорта. И люди почему вот так живут? Они что, живут по черновику, а потом будут жить набело? Нет, это называется люди всё время, синдром отложенной жизни, откладывают решение не только вот кран течёт, а и по жизни. Вот это как только, так сразу. Вот я завтра, послезавтра. Ну, с детства такие дети всё там чего-то ждали. Вот на Новый год эту, откроем банку варенья, а сейчас не открываю. Вот эти колготочки только на праздник. И человек потом уже в своём доме транслирует вот эти вот синдром отложенной жизни. Следующий, это называется ваше рабочее место. Рабочее место. Это не просто так. Если у человека на рабочем месте в хаос, всё вообще подряд там вот это вот лежит, это говорит о том, что человек не собранный очень, и вообще такой немножко, ну, не тот работник, которого стоит взять в систему, где всё систематизировано. Но есть тут оборотная сторона медали. Не ругайте вашего ребёнка, если у него реально на столе очень много всего. Потому что есть такие, знаете, многозадачные дети, которые ребёнок рисует, одновременно, может быть, раскрашивает, смотрит какие-то, откуда можно срисовать, может быть, сразу измеряет и ещё там что-то делает. То есть очень многозадачная система в голове, она на столе сканируется вот таким вот образом, когда много-много всего лежит, то, что реально нужно. И резиночка понадобится, а потом, может быть, ещё вот это, и вроде как это всё лежит, и это беспорядок? Нет. Это такой вот называется творческий подход. Это очень многозадачные дети, творческие дети, которые потом в жизни состоятся как люди, ну, каких-то неординарных решений. Это сразу вот по столу у ребёнка видно. Ну, избыток вещей. Когда очень много всего натолкано, и вдруг оно пригодится, у меня есть знакомая женщина, которая в коридоре невозможно зайти, невозможно. Надо как-то так по стенке как-то идти, где-то там, где-то тапочки искать, а можно и так идти, потому что в коридоре стоит четыре стиральных машинки. Четыре. Ну, у вас есть стиральные машинки? Одна, рабочая. А тут стоят четыре, и они не рабочие, понимаете, да? То есть это просто, они теперь уже используются как, ну, какой-то там столик, на них уже всё навалено, газетки лежат, там ключики лежат, и это просто уже используется как рабочая поверхность, якобы это стол, а это стиральные машины, они же широкие, огромные. Зачем они стоят, спрашиваю я наивно. Она говорит, ну как же, ну что же выбросить, что ли? Ну, а мало ли. А может куда? А может туда? А может сюда? Никогда не будет ни туда, ни сюда, понимаете? Никогда на дачу никто не повезёт, эту рухлить никому не надо, и даже продать её невозможно, и она только теряет свой товарный вид с каждым годом, занимает место. Такой вот избыток вещей, это говорит о том, что у человека, ну, начинающаяся депрессия, а может быть уже и развивающаяся. Это такой вот невроз, когда человек думает, что какая-то вещь ему даст возможность быть счастливым. Сейчас очень внимательно, да? С детского возраста у нас записана вот такая история, когда нам дарят какого-то мишку, и этот мишка даёт счастье, и мы с ним спим. И этот мишка необыкновенный. И он уже, конечно, он старенький, и нос уже у него откусан, но без него невозможно быть счастливым, потому что у ребёнка вот есть вот эта вот эмоциональная привязка к вещи. И сто таких мишек в магазине – это не те. Вот этот мишка, этот замечательный. Помните, как у Антуана де Сент-Экзопери вот эта вот роза? Было тысячи роз, и маленький принц разочаровался, потому что он думал, что она такая одна. Да, она была одна, потому что он её любил. Ребёнок, любя этого мишку, даёт ему возможность, часть души вселяется вот в этот предмет. И без этого мишки уже невозможно, потому что он и я. И забирая этого мишку, как будто мы отрубаем палец. Это тогда будет невозможно. Это детский тип восприятия, когда часть меня, часть моего спокойствия и счастья находятся в этой игрушке. Поэтому дети так тяжело относятся, когда игрушки родители стараются выбросить. Ой, какие-то глупости, они все сломались. Нет, для ребёнка это очень тяжело реально, потому что это часть его. Но если это сохраняется во взрослом состоянии, когда эта вещь часть меня, и мне вот это кто-то подарил, и теперь я буду всю жизнь с этой вещью носиться. Нет, вы свои воспоминания никуда не денете. Они и так есть в вашей голове без этой вещи. И копя вещи, вы думаете, что вы находитесь вот в этом потоке, вот в этих воспоминаниях, и вам будет лучше и спокойнее. Нет, это сохраняется инфантилизм, это детский тип размышления и восприятия. И это только говорит о том, что человек не повзрослел, и он находится в состоянии вот этого детского инфантилизма и невроза. Эффект нежилого помещения. Знаете, есть такие, так как кровать, такой минимализм, доведённый до какого-то невозможного варианта. Но эффект нежилого помещения характерен для людей, которые всё время учатся, такие вот вечные студенты. Ну вот сейчас, и мне только переночевать, и я опять куда-то. Эффект нежилого помещения, это тоже говорит о том, что вы никак не начинаете процесс гнездования. Потому что когда-то надо, ну, немножко осесть, организовывать себе быть с точки зрения комфорта, начать, может быть, приобретать какие-то более, ну, статусные, удобные вещи. А так как-то подушечка, без одеялка, как-то переспали, побежали дальше учиться. Это тоже боязнь повзрослеть. Боязнь расстаться со своими вот этими вот детскими иллюзорными мечтами, которые якобы у нас вот находятся в отсутствии вот какого-то такого взрослого быта. Это тоже всё проявление инфантилизма. Ну, придём к кухне. Кухня. Во-первых, беспорядок на кухне, когда вот, ну, просто вот это когда-то, сто лет назад было масло пролито, и оно уже засохло, и вот это вот оно вот есть, это говорит о том, что это не просто плохо, а это даже опасно для здоровья. Потому что чистая кухня – это то, что вы в итоге будете вводить в свой организм. И вот эти застарелые кухонные, вот эти все неубранные вещи, засаленное всё, и очень заставленное, и такое вот несвежее – это говорит о том, что человек так относится к кому? Правильно, к себе. То есть ему настолько неважно, что там в него попадает, потому что мы не можем контролировать, что мы дышим, понимаете? Мы не можем контролировать, ну, не знаю, информацию, которая там на нас поток несётся, и то стараемся. Но что мы в себя вводим с точки зрения еды, это мы как-то немножечко можем отследить и контролировать. Поэтому кухня – это показатель того, как человек относится к себе, насколько он любит себя, насколько он нежно относится к своему желудку, потому что то, что мы едим, в итоге мы из этого и состоим. Поэтому какая-то классная чистая кухня – это говорит о том, что у человека хорошо с самооценкой. Застарелые какие-то пятна, и всё захламлено – это невроз, депрессия и вообще, ну, в общем, проблемы у человека со своим психоэмоциональным состоянием. И также ванная. Ванная, да? Это мы ухаживаем не за желудком, а за собственной кожей, за собственным телом. Как в ванне пахнет – это важно. Это вот это вот ощущение, вот эти эфирные масла, какие-то шампуни. Или какой-то кусок мыла хозяйственного, которым я мою всё, и голову, и всё остальное, и он тоже там лежит какой-то. Или какая-то, знаете, бритва, и там пена присохла, и вот она где-то там валяется. Ну, вот такая вот у меня ванна, минималистическая. Нет, это тоже место ухода за собой. Красивая, свежая, хорошо пахнущая ванна – это говорит о том, что человек любит себя, хорошо к себе относится, холит, лелеет своё тело, которое является вместилищем его души невозможной. Ну, если слишком чисто. Вот есть такие, знаете, такие вот, ну, почти стерильные, операционные. Ну, просто, просто очень чисто. Ну, вроде бы казалось хорошо, прекрасная хозяйка, она что-то трёт и моет. Это тоже показатель того, что человеку очень страшно. Потому что, когда всё лежит по полочкам, систематизировано, пронумеровано, и я всё знаю, где что, вроде как я этот мир весь пометил, столбики расставил и живу. И мне как-то комфортно. Такие люди плохо относятся к гостям. Ну, дети, понятное дело, только хаос от них и беспорядок, потому что они нарушают вот это привычное построение вещей. И человек себя чувствует очень некомфортно. Это тоже невроз, когда мне спокойно и хорошо только в одном случае, когда всё лежит так, как я поставил, всё я систематизировал, и вот в этом состоянии спокойствия я себя чувствую нормально и хорошо. Если это нарушается, то мой покой зависит от этой подушечки или от этих тапочек. И я не могу жить в состоянии, когда чуть-чуть что-то нарушилось. Я кто? Ну, я невротик. Потому что миру всё равно, на ваше мнение, что всё должно лежать на местах. Обязательно это будет меняться, потому что мир – это течение, это движение, это никак не кладбище, не болото, да? И вот это движение происходит, а вы не готовы. И вы вообще не можете находиться в системе, когда что-то не так, как вы задумали. А будет всё время всё не так, как вы задумали. И поэтому вот это вот состояние, что я всё устаканю, поставлю и буду вот это вот держать, это показатель того, что вы не можете существовать в ситуации спокойной, творческой вот этой вот жизни. Это сразу видно у человека по его квартире. А что там у вас в квартире? Насколько вам комфортно? Насколько есть в квартире место, так называемой силы, где вы приходите, и там вам классно, и там у вас ресурс? И насколько вы можете себе это организовать? Или хотя бы двигаться в направлении, точно отследить, а какой же мой характер сканируется во внешних проявлениях моей среды обитания? Интересный вопрос. Подумайте на эту тему. Ну, напишите, может быть, что у вас получилось. Всем счастья!